Здравствуйте! Сегодня у нас третье упражнение, и оно будет очень похоже на предыдущее второе упражнение, но будет очень важное отличие. Оно и похоже, и в то же время несколько другое. Давайте я напомню, что мы в предыдущем упражнении играли по струнам, и здесь подставляли пальцы, вот таким вот образом, да, отдельно пальчики ставили. Когда по шестой струне мы играли, останавливали большой палец на пятой струне, когда по пятой струне мы играли, останавливали палец на четвертой струне, так вот отдельно левой рукой пальчиками независимо играли. Когда по четвертой дергали, здесь у нас палец шел немножечко в сторону, то есть мы не задерживали его на третьей струне. Вот таким вот образом репетировали, и когда вы сверху смотрите на правую руку, у нас получается такое как бы перекрестие. Теперь, когда мы сейчас будем учить это упражнение заниматься Следите вот за чем Если в предыдущем упражнении мы ставили пальцы независимо друг от друга То есть кисть у нас достаточно свободно находилась в районе Влада Порошка Здесь поближе к колкам, так скажем То сейчас, когда мы будем играть, мы пальцы будем ставить не независимо А будем их задерживать на предыдущих ладах Сейчас на примере поясню, что я имею ввиду Давайте мы с открытой струны начнем Дергаем открытую, ставим первый палец Потом ставим второй палец, а первый палец мы не убираем Ставим третий палец, второй и первый не убираем Четвертый палец, мизинец, дотягиваемся до четвертого лада Предыдущий палец не снимаем А потом просто убираем Третий палец, отпустили четвертый палец Играем вторым пальцем, отпустили третий Первым пальцем играем, отпустили второй И по открытой струне То есть, если в предыдущем упражнении у нас пальцы работали автономно, то есть каждый палец зажимал свой лад в то время, когда остальные были свободны. Здесь мы задерживаем пальцы на предыдущих ладах. И кисть у нас немножко такое впечатление создает, что она скована, но в то же время это упражнение помогает немножечко растянуть нам пальцы. И следите еще за тем, как в предыдущем упражнении я уже отмечал, чтобы у вас подушечки пальцев на левой руке находились как можно ближе к ладовым порожкам. Это нужно для того, чтобы у нас лук был наиболее качественным и чистым. Когда позанимаетесь по шестой струне, переходите, занимаетесь по пятой струне, позанимались по пятой, занимаетесь по четвертой, играйте. И здесь очень важный момент, который я тоже хотел бы сейчас вам отметить. Когда вы играете большим пальцем вот эти упражнения, что это, что предыдущее, вот эти три пальца, указательный, средний и безымянный, они должны у вас находиться на струнах. То есть указательный на третьей струне, средний палец на второй струне, а безымянный палец на первой струне. Не нужно их прикладывать, например, к верхней деке гитары. То есть пальцы здесь, а вы играете таким вот образом. Не нужно, чтобы они тут держались. И тем более, чтобы они не болтались у вас в свободном полете. То есть вы дергаете рукой, а эти пальцы просто болтаются. Ставите эти пальцы, еще раз отмечаю, безымянный на первую, средний палец на вторую струну и указательный на третью струну. Вот в таком положении. Желательно, чтобы они находились у вас в районе орнамента, где у нас резонаторное отверстие, вот это вот розетка еще называют, находится, чтобы пальцы у вас находились вот немножко в стороне. Для того, чтобы ладонь не закрывала выходящий из вот этого отверстия резонаторного звука. Вот немножечко сюда отодвинули руку и занимаетесь. Это относится как к упражнениям, так и когда вы будете играть аккордами или какие-нибудь переборы, мелодии и так далее. Теперь, когда вы занимались по этим трехословым струнам, переходите на верхние струны. И играем. Здесь мы играем с опорой. Останавливаем, то есть дергаем первую струну, останавливаем пальцы на второй струне по очереди указательной и средней. А здесь пальцами, так же как в предыдущем упражнении, единственное отличие, мы, как вы уже поняли, эти пальцы не снимаем. То есть мы задерживаем их на предыдущих ладах. И позанимались по первой струне, играем по второй струне и потом по третьей струне. Можно с открытой начинать струны. Вот. Теперь очень важный момент, который я еще сейчас хочу вам отметить. Когда вы играете это упражнение и в определенный момент времени у вас, например, вы играете только первый лад, а остальные три пальца свободны, следите за тем, чтобы у вас пальцы не прятались под шейку грифа гитары. Вот сюда, чтобы они не прятались. Туда их не загибайте вниз, вот таким вот образом. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда играете и остальные пальцы у вас свободны, например, первый зажали, не нужно остальные пальцы оттопыривать, чтобы они у вас веером торчали. Аккуратненько, компактно они должны находиться в таком положении, чтобы в любой момент вам удобно было их зажать. Пальцы должны находиться, как мы уже выше отмечали, в таком вот полусловом положении, как молоточки, когда вы ударяете. Вот если вы видели рояль, например, или фортепиано, там возле струн, прямо на струне находятся такие молоточки. И когда вы зажимаете клавиши, да, эти молоточки ударяют по натянутым струнам. Вот в таком же положении у вас должны находиться пальцы левой руки, чтобы они не плашня зажимали и не каким-нибудь там под углом, а вот так вот аккуратненько, как молоточки. Желательно, чтобы между последней фалангой, вот этим суставчиком и струной у вас был угол 90 градусов. Не так, не так, не 45 раз, а именно, чтобы вот так вот ровненько вы ставили пальцы на эти струны. Занимайтесь, выполняйте это упражнение. Всего доброго, до встречи в следующем упражнении. Пока.